Вспоминается шуточное имя Грегуша Бженчишчекевича из фильма, вот что-то с польскими именами. Как же без него, да. Грегуш, конечно, надеюсь, все знают эту чудесную шутку и знают о том, что на самом деле имя это выдуманное героем для того, чтобы скрыться от фашистов. Грегуш при этом совершенно нормальное имя, обычное, польское. Хорошо? Ну, третье тогда еще. Мне почему-то приходит в голову Збигнев. Отлично. Все три имени в польском имениконе функционируют. И действительно, удивительно, почему не прозвучало, например, имя Ванда или Барбара. Они как раз для меня, они больше связаны. Но здесь может быть как раз, как раз то, что касается своего такого индивидуального опыта, вы как раз вряд ли помните. А вот ваши родители, может быть, помнят, что, например, в Москве существовал такой магазин польский, который даже так назывался. Ванда. Продавалась на имя в советское время польская косметика, был он страшно популярным. Но речь о магазине, а речь о том, что это имя могло действительно ассоциироваться именно с Польшей, с польскостью и таким образом быть таким фирменным знаком. Знаком, который бы привлекал внимание. Хорошо. А украинские имена можно назвать характерные? Тоже три, скажем. Олесь. Хорошо. Олесь, который через О тогда, и тогда он будет Олесь, потому что если, так как вы его произнестили, он вполне станет белорусом. Совершенно замечательно. Хорошо. Кроме Олеса. Кто еще? Ну, Галя какая-нибудь. Ну, Галя, это из песни, в смысле, поэтам Галя. Ну, вроде оно и вообще такое хрустское. Ну, хорошо. Хорошо. Олесь, нам вполне. Ну, какой-нибудь Андрей. Ага. Ой, это мое любимое имя. И для меня остается вечная загадка. Почему при наличии русского Андрей, ну, фактически ни один русскоговорящий человек не произносит Андрей? Как это имя должно звучать по-украински? И, собственно, оно также звучит по-русски, да? Хорошо. Из тех имен, которые вы назвали, ну, пожалуй, только Збигнев будет именем, которое в русском языке не найдет своего соответствия и будет действительно сугубо польским. Остальные имена... Тарас. Да, да, слушаю. Тарас. Тарас. Во, отлично. Тарас. Да, вот Тарас как раз из той категории... Аналогов. Войтек, польское имя. Войтек, да. Войтек. Войтек, которое, кстати, имя краткое, а полное имя было бы Войтек. Ну, хорошо. Мы еще будем... У нас сейчас будет много очень примеров имен, поэтому пока на этом остановимся, на примерах и пойдем дальше. И дальше начнем немножко, обратимся к истории имен. Значит, то, на что я хотела обратить внимание, что даже при попытке вычленить вот собственно польские или собственно украинские имена, большинство из них будет оказываться в сфере таких общего фонда именного. Связано это, естественно, с историей наших славянских языков, с историей христианства, потому что большинство имен как раз проникали в славянский обиход с распространением христианства. Это исключение имена, которые вы видите сейчас на экране, имена прозвищного типа, которые традиционно относятся к самым старым славянским именам. Здесь я их записала в русской огласовке, хотя на самом деле, вот у меня тут как раз лежит на столе такой словарь украинских личных имен, и большинство этих имен встречается и в этом словаре украинских имен. Имена эти отражали очень разные признаки, изучая их, фиксируются они на самом деле в памятниках довольно активно, и не только в древнерусских, но и, как видите, я не знаю, видно ли Незненскую голову и записаны имена. Имена, которые были связаны с попыткой отразить очень разные признаки. Ну вот первый ряд имен, там где Третьяк или Шестак или Семак, это имена, которые обозначали что? Число какое-то. Какой ребенок по порядку в семье? Правильно, правильно. Какой это ребенок по порядку? Казалось бы, да, ну понятно, что в современных семьях вряд ли встретится такое количество детей, а вот, соответственно, для сознания и древнерусского, да, и средневекового вообще, это очень важный признак. Детей иногда называли просто по тому порядку, в котором они рождались. Естественно, поэтому очень важен был первый и последний или единственный, да, поэтому оденак какой-нибудь или последыш в русской версии, они как раз отмечались. Другой признак, который активно отмечался, это то, насколько желан или любим был ребенок. Отсюда вот эти бажен, в смысле, от значения Ждана, как синоним Ждану, или мечай, который нечаянный, точно так же могли отражаться какие-то внешние или внутренние качества. Иногда, конечно, поскольку это имена такого типа прозвищного давались детям, иногда маленьким, иногда, кстати, не очень. Здесь можно как раз на эту тему порассуждать, насколько рано могло появиться имя молчан как прозвище. Очевидно, для этого нужно было понять, что он действительно не разговорчив или не смеял. Очевидно, что это было имя не при рождении, а могло зафиксироваться, могло быть зафиксировано уже потом. Имена, связанные с переносом в сферу наименования разнообразных, чаще всего названий животных. Ну, здесь некоторые из них, их могло быть больше, они могли быть разнообразнее, и имена эти не исчезли совсем, они перешли в фамилии. И, скажем, имена, фамилии, образованные от названий животных, сейчас являются, которые, собственно, амонимичны названием животных для польского и украинского пространства, амонистического, будут таким отличительным признаком. Таких фамилий, собственно, русских будет гораздо меньше, а вот как раз украинские и польские будут очень распространены. Буквально еще одно слово про 3К, 6К, 7К. Казалось бы, имена довольно старые и, казалось бы, могли довольно рано выйти из употребления, но в памятниках вплоть до 17 века могут употребляться такого типа имена, как, собственно, и все остальные прозвищные. И здесь как раз эта функция социальная, она будет очень важна, потому что, естественно, такие имена чаще использовались в крестьянской среде. Севолод, вы хотели что-то спросить или у вас просто рука? Хотел спросить. Может, вопрос такой. А называли ли все, есть вопрос такой, могли ли только, например, одного ребенка назвать номером, а те остальных именами, например, какие-нибудь 3-4 имени, потом пяток, а потом снова еще 2 имени. Я думаю, это очень логичное положение, потому что имя, оно должно выделять как-то из ряда. Если мы всех их назовем по цифрам, по количеству, то таким образом мы отчасти утратим вот эту очень яркую функцию. Поэтому, конечно, скорее всего, так называли только одного из детей, может быть, самого долгожданного, может быть, самого болезненного, может быть, да, то есть дальше можно как-то рассуждать на эту тему. Но, да, здесь вот эта функция, которая очень аномастическое выделение, она очень важна, поэтому, я думаю, это действительно был один из детей. Собственно, и в польском языковом пространстве вот эти прозвищного типа имена, имена очень часто идентичны названием апеллиативным, да, то есть употребительным словам, тоже относятся к вот этому самому старому пласту онимов. И вот здесь примеры из такого памятника, очень важного для польского языка, первый памятник, где написанный на латинском языке, где есть так называемые глуссы, слова, записанные на польском языке. И это, как правило, онимы, то есть это названия и имена. И у вас здесь буквально несколько имен, да, ой, видно их, потому что у меня вот, когда я запускаю демонстрацию, почему-то я не вижу нижнюю самую строчку. Видно или не видно? Там, где рядом с Гнезинской куластью. Да, видно, видно. Дуизен, Кватек и Добрэнта. Хорошо. Вот что такое вот этот Кватек? Это что за имя? Как вы думаете? Квятек, наверное. Да, это Квятек, поскольку в это время нет еще специфических польских знаков никаких, да, неразработанная система обозначения мягкости, то вот средства латинского алфавита как-то приспосабливаются к передаче польских звуков. А Добрэнта? Может, Добрэнни какой или что-то в этом роде? Добрэнт, да. Вот этот корень Добр здесь присутствует. И дальше у историков языка есть возможность предположить, был ли здесь еще Р или, может быть, был уже польский Ж. Как вам кажется для этого времени? Можем мы говорить, что это уже было Добрэнта? Не можем, потому что, значит, вы записали бы через какой-нибудь дизет. Нет, это как раз вот здесь графика нам ничем не поможет. Абсолютно. А тогда уже перешел РД? Ну, начинал, да, немножко позже есть фиксация, но мы, предполагаем, можем соотнести вот это имя его запись, зная то, как дальше оно у нас будет звучать, да, с тем, что здесь как раз мягкий Р, и к 13 веку он уже точно, да, фиксируется с РЗ, как Ж, да, в разных записях. И от прозвищных имен переходим к другим, другому древнейшему пласту славянских имен, имена двусоставные, которые известны всем славянским народом. И вот сегодня как раз среди польских имен прозвучало два имени, которые вам кажутся характерно польскими. Это был Збитнефтан и был Войчих. Вот Войчих у нас здесь есть. Двусоставные имена могли образовываться слиянием разного типа основ. Вот иногда слиянием, иногда это было соединение при помощи соединительных классных двух имен. Вот как раз Войчих, да, который у нас сегодня прозвучал как характерное польское имя, это его полная форма Войчиха, не Войкок, состоит из двух таких частей. Чех от Чешетча, то есть от Тешетча, радоваться и Войкок, Войкок. Ну, Джержик-Райк как раз такое характерное очень слияние. По поводу Жимовита идут споры и разные рассуждения, связаны ли они, например, с семьей. И это тогда был бы такой господин в доме, ну, проблему, мило, все понятно. И здесь происходит довольно любопытная вещь, да, ну, вот если мы на древнерусские имена аналогичные посмотрим, то тоже у нас появляется в качестве второй части и мысл, и полк, да, и бор. Польское имя тоже, кстати, возможен, рачибор, бур, да, с переходом ОКУ. Но наиболее продуктивными оказались два таких форманта, да, фиксоиды, если угодно. Такая часть, как значимая, которая мир, соответственно, в русском и в украинском тоже она таким же образом передается, и слава. И здесь начинаются некоторые загадки. Вот если мы посмотрим на имена с мир польской версии, то увидим, да, что как раз хвалимир, раджимир, рачимир – это имена, как раз образованные сращением. Как вы думаете, рачимир и раджимир связаны? Ну, рачимир – это, наверное, от слова «рать». Рачимир может отрадоваться, так что нет. Ну, одна из версий, что это одно и то же имя, просто в разных огласовках. И здесь появляются у нас еще те два имени, которые вызывают до сих пор массу споров. Почему же, если во всех польских мир, которые с русским соотносятся как мир и с украинским как мыр, появляются два слова, которые по-русски и по-украински тоже передаются аналогично, но по-польски это «владимир» и «кожимир». Что вы слышали про эту вторую часть? Что значит… Что во Владимире – это там родственногодскому с обозначением «великий», и что писать «владимир» стали уже потом по народной этимологии. Да, это сейчас точка зрения… Не могу сказать, что принятое всеми. Вот я вчера просмотрела пять разных этимологических словарей. Это из Фасмера, по статье Владимир. Да, это из Фасмера, и эта теория, она как бы распространяется, да, и она присутствует в разных других словарях личных имен и этимологических словарях, но далеко не все, ну скажем, если вы возьмете такой совсем популярный словарь, школьный, этимологический, то там вы увидите только единственную этимологию, соотносящую этого самого Владимира с миром. Ну и, конечно, да, здесь почему возникли годы и почему возникла вообще эта теория, потому что мы видим, что в польском рефлексы Е на том месте, где и они нам подсказывают, что здесь что-то было не так. Ну, как теория, да, это может быть. Кажимеш в этом смысле казич это казич-сказич, разрушать что-то, похоже, развивалось примерно таким же образом и в дальнейшем тоже соотнеслось с миром, переосмыслившись. Что касается имен Наслав, вообще надо сказать, что эти две форманта, две основы, которые фактически превратились в такую составную часть имени, частично утратили свое значение, очень активно конкурировали между собой. То есть, если посмотрите и на польский, а в украинском и русском варианте я их даже через слэш ставила, очень часто они конкурируют. То есть Богуслав Богумелу, Горислав Горимир, Добромир Доброслав и так далее. Первая часть имени, это могла быть тоже глагольная часть или могла быть именная. Смотрите, пожалуйста, внимательно на польские имена и попробуйте найти там три синонима среди имен Наслав. Синонима имеется в виду, что первая часть имени, первые части имени будут синонимичны. И это как раз именные части. Джвинемира и Джвинеслава. Это в кокраинской версии, в польской версии, там, где Богуслав, Болеслав. И вот среди вот этого в этом абзаце три имени будут фактически синонимы. Может быть, Венцеслав и Велислав? Хорошо, а третий? С значением много. Хорошо, а третий? Третьего пока не вижу. Ну, Болеслав, а может быть, Болеслав? Конечно, Болеслав третий. Они все имеют вот эту первую часть имен. Во всех соотносятся с больше, много. И поэтому они... А в Чеславе? Нет, Чеслав это с честью связано. Тут как раз уже не... Надо сказать здесь еще такую вещь. Появляются некоторые имена, которые, несмотря на свое такое якобы прозрачное строение, могут вводить нас в определенное заблуждение. Например, имя Пшемыслав считается таким именем, которое на самом деле... Ой, позже переосмыслилось как имя Наслав, а на самом деле связано с тем, ну вот как перемышель, да, Пшемыщель, связано с мыслью. И только затем было, оно было короче, то есть было как Пшемысл, и затем добавилась эта А в по аналогии с другими очень популярными именами. Другой такой специфический вопрос, это время и место происхождения этих имен. Ну, надеюсь, знаете про имя Владыслав, которое... Владыслав, которое считается таким тоже одним из знаков польскости, в том числе благодаря тому, что было очень много польских королей, носивших это имя. Что в нем не польского? Ла, которое должно быть Ло. Да, Ла, которое должно быть Ло. Откуда взялось Ла? Заимствовали из старославянского какого-нибудь, не знаю. А если не старославянского, то откуда? А может, вообще не тот корень? И там так должно было быть. Корень тот. И это заимствование, но откуда, если не из церковнославянского? Это в русском все у нас, главный источник церковнославянский. А в польском... Ну, это какой-то юг, но непонятно. А, может, у чехов просто-напросто. Правильно, у чехов. Это имя по происхождению чехов. Польское, оно может быть в формах уменьшительных. Ну, например, какой-нибудь ВОДЭК. Он прекрасно уже будет с О, так как должно было быть. Ну и, соответственно, это классический вариант полногласия-непоногласия. И, соответственно, различия польского-чешского. То, соответственно, в восточнославянской зоне он вполне мог фигурировать в форме ВОЛУДЫСЛА. Да, Валерия. Появилось ли, может быть, какой-то вариант именно ВОДЭК. Так никого... Да, конечно. Нет, он не стал официальным, но он в памятниках встречается. В памятниках встречается. И, собственно, то, что у нас есть такое диминутив, то есть краткое имя, показывает, что, ну, конечно, язык осваивал это как свое. Но официальная форма оставилась в ВЛОДЫСЛАВ. Тут вообще в сфере функционирования имен, конечно, очень важную роль играет не только устная речь, но и письменная. То, как это отражалось в памятниках, а поскольку раз уж это чешское заимствование, мы ориентируемся потом на королей, тем более, то вот это вроде бы непольское звучание приобретает звучание высокое, достойное. И поэтому, да, ВЛОДЫК, просторечие, да, то есть в семье, но официально ВЛОДЫСЛАВ. СБЫСЛАВ, например, тоже любопытное имя, которое связано с Збигневом и тоже иллюстрирует вот эту возможность варьирования одной или другой части таких усложных наименований. И еще одна любопытная вещь, на которую я хотела бы обратить внимание, это то, что мы не всегда можем точно сказать, старое это имя, если оно будет составлено, или новое. Так, например, имя Лехосла, казалось, выглядит ничем не хуже, чем Чесла. А что в нем не так? Что в нем не так? Может быть, соединительное гласное О как-то тут ее больше нигде нет. Да, она вот с миром сочетается, и вообще вот эта совсем именная такая, да, здесь основа бывает довольно редко. У Мирослов есть еще, но Мирослов имя как раз перевертыш, который может быть и Славомер, и Мирослов одновременно, и, соответственно, тоже восточный. Так вот, имя это, Лехосла, появилось только в XIX веке, когда, как вы, наверное, уже прекрасно знаете, возникают идеи славянского возрождения, и вообще становятся модными славянские древности, попытка поиска корней, как раз у нас и разные рукописи, и памятники, которые потом оказывались, или не всегда оказывались, собственно, старыми и древними. Но вот и такое же имя Лехосла, которое было сконструировано по образцу старых имен, но таковым не является. И вот хорошо, что вы обратили внимание на украинские аналогичные имена Дзвенеслава, Зорослава и аналогичные. Это тоже имена новые. С середины XIX века ни раньше они образуются, по такому же образцу. Причем любопытно, что многие из этих имен существуют только в женской версии, поскольку вот эта слава или там Любо, Миролюба, они скорее вот с такой феминностью связаны, и в современном языке тоже используется, например, тоже имя Дзвенеслава в братской версии Дзинка, очень популярная, да, вот со звонким соотносится, но в мужской версии у него поднимал кто-то руку и уже пропал, отчаялся. Ну ладно, раз отчаялся, то, может быть, еще придут вопросы по ходу. Ну и мы переходим, собственно, к тому, на чем я хотела бы остановиться подробно. Это то, каким образом происходило освоение заимствованных имен в наших трех, ну, двух языках, да, русский усколовье в качестве перциум компарционис, да, того пункта соответствия, с которым мы это все соотносим. Среди имен, которые вы называли, как, собственно, польские или, собственно, украинские, как раз Катажина, Жегош, и Александр, и Холына, это имена заимствованные. Условно мы их можем, да, разделить на христианские, на ветхозаветные, на новозаветные, на литературные, и, приходя, оказываясь в языковой среде, соответственно, польской или украинской, они подчинялись панетическим законам, действующим в этих языках, и поэтому каждое из этих имен может быть такой мини-лингвистической задачей, и заодно тренингом по истории, грамматики и фонетики соответствующих языков. Ну, если там с Адамом все более-менее понятно, и даже с Габриэлем, по-моему, можно легко догадаться, Рафау и Михау, это что за имена, и что в них произошло, прежде чем они в польские превратились? Ну, очевидно, что Рафаэль и Михаил. Рафаэл и Михаил, да. Да, и что в них произошло? А вдруг они пришли? А вдруг они пришли в польский в тот момент, когда... Хотя нет, Ая, может, стали выговаривать как Э в латыни, но, с другой стороны, факт, что это было в заимствованиях так. Нет, вряд ли. И, собственно, аналогичный процесс или очень похожий будет и в украинском, но там стяжение будет, сейчас на примерах еще посмотрим, да, как это будет происходить. А что из себя представляет оригинал имени Юдыта? Юди, ну, она по-русски Юди, она Юдит, по-моему, и есть. Да, она так и есть, но вот судьба Ф, Ф, да, в наших славянских языках была довольно причуденной. Да, поэтому здесь оно могло... Поэтому оно и есть Т, а А просто, видимо, чтобы добавить женский род. Да, и это очень такой распространенный способ введения этого имени в свой морфологический ряд, да, чтобы оно не отличалось. Из имен, собственно, новозаветных и христианских очень многие имена как раз вошли в тот основной... Кстати, о ветхозаветных именах, они тоже очень популярны и распространены в польском и в украинском, кстати, тоже языковом пространстве. И также, например, и Юдыта, и Адам. Это имена в десятке, я думаю, популярны до самого последнего времени. Имена при этом... Ну вот, глядя на следующий ряд имен, мы, может, сейчас на другом еще пластики посмотрим, да. Здесь можно отметить фактически все возможные фонетические процессы, которые происходили в польском языке. Очень хорошо виден переход мягкого «Р» в «Ж». И Андже, и Джегош, и Кшиштоф, и Катажина, и Маугожата, которая... Что за имя? Маргарита. Да, Маргарита. Маргарита, которая именно в этом виде функционирует, и поляки знают нашего мастера Маргариту именно под этим названием, Мистш и Маугожата. Мягкие зубные, которые приходили в среднеязычные свистящие в марче, например, тоже присутствуют. Очень любопытные происходили процессы с именами на их, но к этому мы еще вернемся. И очень характерная особенность польского языкового пространства, что такому освоению подвергаются и очень многие имена, которые в русском языке остаются в своей исходной форме. Ну, например, Ришард, который вполне себе Ричард. Юлия, которая... А Ришард, простите, что плеваю, а Ришард не мог прийти из французского, где там Ш вполне себе? И Юлия, собственно, тоже. Какое имя, кроме Юлии, может обозначать это литературное имя? Юлианье. А еще? Джулия. Близко. А еще Джульетта. Да, это Джульетта. Поляки знают эту трагедию под названием Юлия. То есть как героиня. И посмотрим дальше, что происходит. И попробуем тоже еще такие задачки на историю языков посмотреть. Вот первый ряд в украинских именах, которые тоже, естественно, осваивались. Это Олег и Ольга, которые... Как раз у нас прекрасная иллюстрация контактов со скандинавами. И второе имя Лэпа. Глядя на эти два имени в родительном падеже, Олега и Лэпа, что вы можете сказать? Закономерно ли здесь развитие гласных? Ну, в Олеге. Я не знаю, какой там был гласный имя на самом деле. Положительно редуцированный. Может, основы уравнялись? Может, основы уравнялись просто? Да, основы уравнялись. Совершенно верно. Основы уравнялись. Здесь незакономерное развитие гласных. Здесь должно было быть Ольга. И должно было быть, как в русском, Льва. В украинском Лэва. И это касается не только имени. Здесь имя как такой пример. Но то же самое будет происходить и в некоторых нарицательных словах. Например, Лоб, Лев. А в слове Лев, собственно говоря, тоже не будет? Да, в украинском тоже не будет. Он тоже прошла аналогия с именительным падежом. И не будет происходить этой имены для нас привычной именой звука. Как имя любовь тоже склоняется по-другому. И нет любови. Хотя, если это будет обычный сочинительный, то нет любви. Может быть. Но как раз для украинского это не до конца работает. Потому что оно действует, это правило. И в нарицательных именах. Не только в собственных. Хотя с любовью это хорошая аналогия. Возможно, вот Лев как имя стало таким толчком для закрепления этого и в нарицательных именах. В полногласии, которое украинское последовательно, более последовательно реализуется, чем в русском. Ну, к Владимиру мы уже не будем возвращаться. Начальное о заимствованных словах. Вообще имена Александра и Андрея довольно любопытны в этом отношении. Потому что, с одной стороны, они дают историкам языка такие основания утверждать, что эти имена заимствовались в восточные и не только в восточные славянские языки. Тогда, когда уже произошла денозализация на собой. Поэтому у нас здесь «ан» и «там», и «там», и «там». А другая вещь, которая происходила уже на диалектной, собственно, восточнославянской почве, и которая есть и в русских диалектах, но в украинском закрепилась, и в литературном языке, это переход начального «а» в «о». Предположительно, вот эти заимствованные имена, которые приходили, в них «а» воспринимался как краткий. Именно поэтому была установлена вот эта связка, возможность появилась ассоциировать его именно с «о». Ну и дальше от Александра есть краткие имена «олэс», которые как раз Валерия упомянула. И в польском, казалось бы, процесс был немножко другой. Имена как раз частично, в том числе Александра и Андрей, сохранились в своем «а». Но если мы посмотрим, опять же, на имена краткие, на диминутивы, то увидим, что и там этот закон действует. И краткое имя от Александра, это тоже будет «олэс» и от Александры «оля». С Андреем произошла довольно любопытная история, потому что в памятниках он появлялся тоже с «о», но в результате закрепился с «а». И это как раз тот самый случай, о котором мы уже упоминали, когда вот эта письменная речь, присутствие Андреев многочисленных святцев и таким образом популяризация этого официальной формы имени, она сыграла свою роль и окончательно это имя закрепилось именно с «а». Не менее любопытно вообще с начальными слогами в украинских именах, собственно, в украинских формах, известных нам имен, происходили разнообразные, как вы видите, изменения. В «ярош», «явдоха» и «ярмула» классный «э» после «йод» переходил в «а». Это не совсем яканье, это не то яканье, которое белорусское, оно не связано с ударением, оно связано с окружением. Оно происходило, как вы видите, можете посмотреть по слогам, оно происходило перед как раз слогами с гласными непереднего ряда. А вот перед слогами с гласными непереднего ряда должен был переходить этот «э» и «о». И логично у нас получается «олена», «омэлян», «опси». А, кстати, кто такая «явдоха»? Евдокия? Да. А Ярош? Исходно. Ярослав? Нет, не Ярослав. Ну, как сокращение могло бы быть, но это вот ближе к Ерофею и к Еремии, да, вот туда вот, хотя Ярема, да, он будет туда же. А глядя на имена, ну, Оксана, там своя история, да, и с переходом еще этого «фа», а вот глядя на имя Остав, как вам кажется, здесь это «о», оно закономерно появилось или нет? Ну, он Евстафий. Он Евстафий, да. Ну, значит, вроде все сходится. Не совсем, потому что как раз «олена», «омэлян» и «опси» нам демонстрируют другую закономерность, что «о» должно было бы появляться перед слогом с гласным переднего ряда. Но вот Остав, это вот к вопросу о том, что, с одной стороны, на именах, конечно, очень увлекательно изучать историю языка, с другой стороны, имена нам демонстрируют гораздо больше отступлений и загадок, чем закономерности. Ну, вот, да, в результате установилась таким образом «оскап», вероятно, просто по аналогии с распространенными именами на «о». А «о» «си» — это кто? А это Евсей, собственно. Это Евсей, да. Это Евсей. Конечное «и», которое переходит из «э», оно почти во всех именах реализуется, собственно, таким образом. Иван Андрей, Муси и «о» «си», это мы хорошо видим. Очень распространенные разного типа стяжения и усечения на «катре» и «мотреа» хорошо это видно. Любопытный пример Илья, который среди имен выглядит таким немножко исключением. Вообще-то, украинские согласные перед «йод» очень активно удлинялись. И какой-нибудь «життя», «реля», «знаня» — этого в нарицательных именах много. А вот «эпименах» не так много, Илья, пожалуй, один из немногих таких примеров. И еще «судьба начальных». Гнат и Улас нам хорошо иллюстрируют украинские особенности фонетические. Гнат иллюстрирует утрату начального «йод» и нарицательных словах тоже очень активно встречается. А Улас — совмещение начального «у» и «в». Украинский во многих позициях губной и в позиции начала слова может меняться с «у». И Улас в некоторых случаях прямо закрепляется как единственная возможная форма имени. Например, есть такой украинский писатель начала 20 века — Улас Амчук. Откуда рение перешло? Дарение, но поскольку «у»… Вот оно на себя и перетянуло это ударение. Хороший вопрос. С ударением все не так просто в украинском языке, так сходу я, пожалуй, не смогу ответить, но вот эта тенденция к передвижке ударений она есть. Хорошо, посмотрим еще на следующий ряд имен. С одной стороны Семен Евген Артем, с другой стороны Антин и Педер. Это одна и та же позиция для развития или не одна? Там гласные разные. Гласные разные, совершенно верно. И как оказалось, для имен это существенно. Если был О, то, как правило, переходил украинский переход О в И, а если Э, то очень часто этого перехода не происходило. Это касается, кстати, тоже и некоторых нарицательных имен, типа МЁД. В украинском он МЭД в литературном языке и только в западноукраинских диалеках может звучать как МИД. Имена следующие мужские тут представляют разные немножко явления, которые я хотела бы проиллюстрировать. Но Гаврилу Данилу с одной стороны здесь стяжение в основе, которое не всегда могло происходить как полное исчезновение второго гласного. Могла осуществляться и как называемая синкопа, и тогда Михайлу Самейлу. Но гораздо более любопытно вот это О, которое появляется в конце украинских мужских имен. Как вы думаете, откуда здесь О? Вдруг из формы звательного падежа. Они другие. Формы звательного падежа другие. Петре, Павле. Не эта форма. Может быть, там как-то хитро упали резульцированные, так что на конце не упали. Хитро упали, но не упали. Хорошо, Валерия, ваше предположение? Я хотела сказать, может быть, что-то с уменьшительно ласкательными, как-то связанное, какой-то суффикс оттуда. Хорошее предположение. Значит, на самом деле и Всеволод отчасти прав, и Валерия отчасти права. На самом деле, это формы, которые до сих пор вызывают споры, почему же так произошло. Может быть, как раз в случаях Петро Павло, где сочетание согласно, это могло быть связано с попыткой восстановления вот этой звучности, чтобы не было ее утраты. И отчасти, опять же, если обратите внимание, они все, собственно, на Л заканчиваются. Некоторые приписывают... Ну, на Р еще есть попытка. Ну, или на Р, ну, то есть на Сонор. То есть это попытка вот эту звучность как бы усилий. Но еще одна гипотеза, связанная вот как раз с тем, что сказала Валерия. Существуют и в других славянских языках имена на О, они очень, в том числе в польском. Они очень часто уменьшительные, ласкательные. Но, кроме того, может быть, это можно было бы соотносить с вообще... Ну, помните, что было древнее склонение на О, что слова мужского рода могли принимать окончание О. И вот это такая архаическая черта. Но, так или иначе, до конца на этот вопрос еще нет ответа. Можем рассуждать и думать, почему так было шло. Ну, и согласно Иршу, который в украинском может давать все возможные варианты, и П, и Х, и Т, и В, П, и П, как Филипп, соответственно. Я думаю, что в русских диалеках мы найдем ровно те же формы. Ну, и та вещь, на которой я хотела тоже отдельно остановиться, это имена на И. Если посмотрим на ряд этих имен и соотнесем сразу три наших языка, то увидим, что эта категория имен оказывается очень неустойчивой. Иногда она и в русском, и в украинском сохраняет, собственно, вот этот И, и тогда склоняется как существительное. В украинском очень часто, или, возможно, утрата этого И, и тогда у нас получается антин и посыль. А в польском такого рода имена получают окончание Уж, или сохраняют окончание И, и тогда они склоняются в какая часть речи? Как плана. И тогда они абсолютно нормально подводятся под атрибутивное склонение, какой-нибудь констант и констант эго, и это все прекрасно так функционирует. То есть не только имена, вот когда-то была такая задача, в одном из задачников по поводу фамилии типа Верди в польском языке. Так вот, не только фамилии, но и имена некоторые могут склоняться таким образом, как прилагательные. Из того, что не было сказано, обращу еще внимание на имя Юнзеф и Марек. Значит, Юнзеф, как раз такая польская характерная черта, соотносимая с какой украинской? Юзеф? Иканьем. Иканьем, совершенно верно. Значит, это заместительная долгота, да, которая здесь, вероятно, возникла еще из-за того и утраченного. Ну и у нас получается таким образом. И Марек, который тоже сочетание согласных и попытка восстановления звучности при помощи вставки. В украинской версии звучность это будет восстановляться другим способом, он будет Марком. Ответственно. Олега, слушаю вас. Такой вопрос по этим именам, которые склоняются, как прилагательные, а как тогда у них со звательным падежом? По идее у прилагательного? Просто амонимичен именительному. А, то есть они ничего не стали придумывать? Нет, а зачем? Он просто амонимичен именительному, но по функции это и так понятно. Спасибо. Хорошо. Сейчас мы попробуем сделать вот что. Так, время у нас еще есть. Попробуем. Я сейчас эту же ссылку дам вам в чате. Вы можете ее набрать все, каждый сам. Ой, там в чате-то что происходит? Ну, до чата я, видимо, потом пойду. Вероятно, только для этого мне придется... Ой-ой-ой. Уйти. Эдемонстрации. Секунду. Сейчас я в чат вам пришлю ссылку, по которым... Скажите, пожалуйста, откуда происходит имя Яцек? Яцек – это хороший вопрос. Надо было бы сначала сосредоточиться. Сейчас, секундочку, я сначала с техникой разберусь. Ой. Так, ну вот, в чате ссылка. Можете войти и сами попробовать распределить украинские и русские имена по соответствию. А мы потом вернемся к этому, если будут еще какие-то вопросы. Стояться-ка я пока. Работает ссылка? Да. Хорошо. Вторгнусь. Яцек от имени Яценты. Как Хиацинты. Яценты. Яценты, сокращенно. И потом стала самостоятельным именем. Я как раз именно это сейчас писала в чате. Скорая помощь с Яцеком сработала хорошо. Сколько мы с кеминами аналогичными именами, например. Ну, это уже очень поздняя вещь. То есть с именами, конечно, мы... С одной стороны, можем говорить о том, что это вот какая-то относительно замкнутая национальная система, но чем ближе мы к современности, тем меньше у нас оснований так говорить. Потому что и в русском мы можем найти, не знаю, Мишель девочку или какого-нибудь... Так что это все разрушается. Да, и говоря когда о двусоставных именах, не сказала я еще о том, что, конечно, эта модель была потом воспроизведена и очень активно эксплуатировалась в советское время. Но это отдельная большая история о том, как... Вот, я как раз по такими... Да, да, да. У меня и спрашивала, ведь имени Нельжин, это имя советского времени. Есть какие имена в польском языке? В польском таких имен гораздо меньше, если вообще они есть, но в польском, например, есть какие-то имена вот типа Лихослава или Леслава, имена либо авторские придуманные автором, либо популяризированные какими-то авторами. Это возможно, но просто в то время, когда вот советские времена образовывались и активно эксплуатировались, в это время польский еще существовал в другом пространстве. Ну что, получилось с тестом? Да. Там? Попрочишься? Есть? До конца. Не до конца, ну хорошо. Да, все правильно. Подождем, отлично. В этом была задача, чтобы все было правильно. Чудесно. Валерия, что-то хотели еще спросить? У меня был вопрос про сокращенные имена, такой, может быть, слегка частного свойства. Когда я читала романы Иоанны Хмелевской, у нее часто про одних и тех же персонажей, но вдруг в компании одних и тех же персонажей у одной переводчицы появляется герой по имени Лесь, а у другой по имени Лешек. Это может быть один и тот же человек? Конечно, именно так и есть, потому что разнообразие этих уменьшительных имен, уменьшительных, 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 с разными суффиксами, это характерная польская отличительная черта. Поэтому и Лех, и Лесь, и Лесь, прекрасно, легко. Спасибо. Отлично. Так, хорошо, давайте тогда вернемся. Хорошо. Хорошо. Так, давайте я вернусь тогда. Ну, извините, иногда с техникой бывают проблемы. Сейчас возвращаемся тогда к презентации, и мы тогда, я вам ссылку на польские имена тоже пришлю на игру потом, здесь были только украинские, но сейчас мы ее уже не будем включать. Были ли какие-то вопросы по украинской части? То, чего мы не разобрали, и то, что вызывают еще какие-то вопросы? Все понятно? Нет вопросов, да? Ну, хорошо. Обращу только еще внимание на начальное «М» в Николая и Никита и стяжение в женских именах типа Татьяна и Наталья. Хорошо, идем дальше тогда, и дальше я хотела бы вот о чем остановиться. Вот эти варианты национальные имен и польские, и украинские, они существуют в системе и активно используются в том случае, когда нам нужно упомянуть свои речи в научной книге или, например, в репортаже с футбольного матча о людях другой национальности. Вот те фамилии и имена, которые вы видите здесь, это имена известных исторических, литературных польских деятелей, которые могли функционировать во вполне научных текстах в разных вариантах. В разных вариантах, поскольку наличие само по себе какого-то соответствия, во-первых, это не обязывает человека русскому, например, использовать только это и никакое другое соответствие. Во-вторых, это правило обязательности использования национального эквивалента, оно менялось с течением времени. Вот если мы посмотрим на второе имя, например, Марчина Тельского, это очень известная средневековая история, то оно может и до сих пор может функционировать в том числе в научной литературе, ну, по крайней мере, вот в этих двух последних версиях. Самая первая версия, которая, собственно, вот этот аналог русский, польского имени, используется, может быть, довольно сейчас уже редко и скорее является таким историзмом, а вот Марцин и Марчин вполне конкурентны. То же самое касается имени Юзефа, которая может по русской версии замещаться Иосифом, и так это и было до некоторого времени, но сейчас установилась форма более близкая к польской фонетике и отражающая польское произношение, и польский характер имени – это Юзеф. То же самое, ну, в общем, если мы посмотрим на любое из этих имен, включая Юрия Ежи, Юлия Юлиуша, Киприана и Циприана, форма Циприан сейчас уже единственная возможная, но еще в начале 20 века в учебниках литературе он вполне мог фигурировать как Киприан с попыткой воспроизведения как раз этого русского соответствия. Меньше всего, пожалуй, повезло Зигмунту, и Зигмунту, который по-русски может воспроизводиться в очень разных версиях, и версия Сигизмунд, ставшая совершенно обязательной при упоминании польских королей, при упоминании писателей уже совершенно не такая обязательно, и поэтому известный польский поэт, один из пророков польских 19 века Зигмунд Красинский в учебниках современных по литературе чаще всего именуется Зигмундом, но еще несколько десятилетий назад вполне могла использоваться форма Зигмунд, и эта форма может встречаться и в другой научной литературе, но скажем, не в учебнике, а в статье, потому что она как раз больше отражает польскую фонетику. И вот это такая специфика воспроизведения, особенно это касается польских имен, но не только их, приводит к тому, что одни и те же персонажи, особенно персонажи, важные для обеих культур и функционирующие сразу в двух культурных пространствах, могут появляться под разными именами. Ну, здесь такой пример совершенно хрестоматийным с Иваном Александровичем Бадуэном де Куртене, который, конечно, никаким Иван Александровичем не было бы и не мог, поскольку, во-первых, здесь противопоставление как раз польской и русской именной системы еще и на уровне состава имени. Отчество характерно только для русской или восточнославянской антропонимической системы. Для польской, как вы видите, это хорошо видно на примере этого имени, характерна многосоставность имен, то есть то, что у человека не одно, а несколько имен. И вот если мы посмотрим на этого Ивана Александровича в русской версии или иногда, как Яна Игнация, Ницислава, если мы попытаемся польское имя воспроизвести, то увидим как раз вот это несоответствие. Но это может касаться и других имен, в том числе попытки русифицировать Казимира Малевича, придав ему русское общество, или сделать из Кшижановского, Сигизмунда Доминиковича, Кржижановского. Вот мы слушали доклад Ильи о транслитерации, кольской кириллице, которую он сам для себя пытается разработать. На самом деле, те попытки использования кириллицы для записи польской речи, которые были разработаны в 19 веке, оказались не такими бесполезными. В том числе, они очень хорошо прижились в сфере передачи имен. Ну, например, тот факт, что РЗ, польская, передается двумя буквами, а не как Ж, это как раз отчасти дань вот этой системе записи, разработанной в середине 19 века, когда побуквенная передача польских слов использовалась. Ну, вот на Крашевском тоже это хорошо видно. Крашевский, Юзеф Крашевский, писатель 19 века, который в польской версии известен как Юзеф Игнаци, а в русской, по крайней мере, литературе начала 20 века вполне может присутствовать как Иосиф Игнатьевич. Ну и не менее, примеры, которые до сих пор вызывают определенные какие-то споры и соображения, это что делать с русско-украинскими трансформацией, да, и называть ли Гуголя полую, да, а Булгакова Михайловым, опуская при этом отчество, потому что с отчеством, да, опять же Афанасьевич, он тогда бы был Михайлов Афанасьевич. И вот это работает только на определенном временном срезе. Чем ближе мы к современности, тем больше будет попыток сохранения фонетического национального звучания. Ну, скажем, если еще в начале 20 века какой-нибудь Сергей Есенин для поляков это Сергеюч, то уже, скажем, любой политический деятель или культурный нашей современности вполне может быть и попыткой передать Сергея, еще лучше это видно на имени Владимир, ну, условно, да, Маяковский, он, безусловно, Воджимеш, а президент, да, наш, скорее, Владимир, чем Воджимеш. И вот этот сдвиг в сторону фонетической передачи, не использование эквивалента, а фонетической передачи, он заметен и в случае русско-польском, и немножко меньше, но в случае украинском, русском тоже, хотя в украинском языковом пространстве до сих пор подчеркнутое использование русской формы имени. Это скорее ироническое или пренебрежительное или какое-то другое экспрессивное использование. И вещь, пожалуй, еще одна, на которую я хотела бы обратить внимание, это то, что вот эта разная традиция освоения имен в польском, например, русском языковом пространстве сказывается еще и на том, под какими именами фигурируют в нашем сознании разные исторические и культурные деятели, не связанные уже непосредственно с польским и русским языковым пространством. И здесь совершенно замечательный пример, который всем рекомендую запомнить, как он называется, Микеланджело, как фигурирует в польском пространстве, он Михаиланил, как ангел, фактически калька такая, и другие имена и названия, которые могут приобретать разнообразные суффиксы, не характерные для русского, но остальные мы, пожалуй, даже при наличии суффиксов можем легко воспроизвести. Ну, пожалуй, на этом я закончу, то есть у меня есть еще много там разных других примеров уже из литературных текстов. Закончу я цитатой из довольно старой работы Рекормацкого о том, каким образом мы относимся и соотносимся в своем языке к именам иноязычным. Тот способ внедрения иноязычного имени в текст, в речь нашу, который считается общепринятым, это так называемая тактическая транскрипция. Но вот всегда ли она работает? Это вопрос. Те примеры, которые мы сегодня с вами увидели, показывают, что далеко не всегда. Если это имя относится к тому историческому корпусу общему имен, то общее правило и в польском, и в украинском, и в русском языке – это поиск того самого национального соответствия. Но сдвиг в сторону практической транскрипции очевиден и хорошо заметен. Стоит нам взять в руки какую-нибудь программу польского фестиваля «Висла» и увидеть, что современные польские имена фамилии транскрибируются способом этой самой практической транскрипции, так, чтобы мы могли имя прочитать, но при этом не утратили его характерные фонетические особенности. При этом, конечно, есть вещи совершенно объективные, которые невозможно избежать и которые создают безусловные препятствия. Это разные характеристики звуков, в том числе гласных, в том числе наличие в польском языке носовых согласных, поэтому какое-нибудь имя «Сченсны» – это портфолиция. Но, в общем, довольно сложно. Опять же, когда комментатор, не знающий польской графики и вообще польского языка, пытается это произнести, можете себе представить, что из этого получается. Кстати, что это за имя «Сченсны» в русском языке, может соотноситься с ним, вы, скорее всего, знаете. Может, это про счастье все-таки что-то? Про счастье. Какое имя у нас по своему происхождению со счастливым соотносит? Какое имя у нас по своему происхождению соотносит? Это Феликс. Феликс – польское «Сченсны» – имя довольно старое, и очень часто в именах, скажем, княжеских, и вообще макнацких, они очень часто рядом фигурировали. Сейчас, конечно, так же, как и в России, и в Украине, такая определенная мода на возрождение старых имен, поэтому вместо имени Феликс появляется такое имя «Сченсны». Но это действительно проблема и для вот этой самой практической грамматики, практической транскрипции, да, что же делать с носовым, что делать с конечным «ы», оставлять ли его с «йотом» или оставлять просто с «ы», и тогда непонятно, его склонять или не склонять. То, что произошло с именами на «их», это произошло раньше, и сейчас, конечно, уже мы вряд ли сможем шансно поместить в ряд «Игнатия» или каких-то других таких имен. Ну и, конечно, другой камень претензивания – это польские согласные характерные, которые мы видели и в истории, и в современности могут передаваться разными способами. Но польские среднеязычные – здесь, конечно, главная проблема. С шипящими мы как-то справляемся, а вот со свистящими довольно сложно, или со среднеязычными – шипящими, потому что есть традиция, и она довольно устойчивая, передавать их через свистящие, то есть какой-нибудь мацик. Но фонетически, конечно, гораздо ближе было бы мачек. И тогда можем действительно рассуждать и спорят об этом действительно, как же быть, передавать более близко звучание имени или оставить вот это более традиционное соответствие. Ну и это касается, уж тем более касается имен кратких, диминутивов, в которых происходят разнообразные трансформации и которые мы с трудом сможем передать. Ну что, на этом, пожалуй, я остановлюсь. Может быть, еще идет какая-то дискуссия параллельная. Если хотите еще что-нибудь спросить, так, вот спрашивайте. Я хочу добавить только относительно вопроса Валерии, там Лех и Лешек. Да, Лешек происходит от Лех, но они могут в настоящее время относиться совершенно к разным людям. Например, Лех Валенса и Лешек, там, я не знаю, Машинский, например, лингвист. То есть они уже, вот это уменьшительное стало самостоятельным именем. Даже как какой-нибудь Януш образованный от Яны и так далее. И, кроме того, конечно, Водок не от Владислав, а от Водзимеш. Водок от Владислав. Я что-то плохо, наверное, расслышала. И хочу еще отметить такую особенность польского языка, что имя мужа может употребляться во множественном числе до значения супружеской пары. Например, Владковье пришли до нас. То есть это Владок и его жена. Леводковье, потому что, ну, тут амонимея может быть, потому что Водок и фамилия такая есть тоже, не только имя. Ну, не знаю, Мачиеви до нас пришли. То есть это Мачи и его жена. То, чего нет в русском языке. Кстати, да, уже не дошла до этого слайда с морфологией. Спасибо, Наталья Евгеньевна. Очень важное дополнение. О женских формах имен, которые в польском очень специфичны и которые отсутствуют в русском языке. И тогда у нас, конечно, возникнет большая проблема, потому что от этого же Водка, его жена, она Водкова, например, и тогда проблема тоже, что делать с ней в русском контексте, потому что одна из очень известных писательниц 19 века Элиза Ужешкова на самом деле по мужу Ужешку. И тогда и в русской традиции есть и ее запись как Ужешку и как Ужешкова, в зависимости от того, да, сохраняем именно вот эту вот, собственно, польскую форму или воспроизводим более нам привычную форму, когда фамилия мужа, да, она... Ну, как-то так. Еще вопросы? Оксана Александровна, это Вероника. А правильно ли я понимаю, что есть еще одна игра, я вот ссылку на нее уже... Можно я ее сейчас... Я сейчас в чат обе тогда, у меня там их еще две, но я уже не стала, потому что, как-то получается, это довольно много времени занимает. Так, а... Сейчас. Это... Вероника Валерьевна, это вы какую отправили? Это про Микеланджело и товарищи. А, тогда вот. Ну, вот тогда про Микеланджело и товарищи первая, которую Вероника Валерьевна отправила, а вторая, она про польские имена, которые тоже можно потренироваться. Все ли вы хорошо запомнили, все ли соответствия у вас хорошо соотносятся, я думаю, что все прекрасно это теперь смогут воспроизводить и опознавать разные польские имена, в том числе в русских контекстах. А вот можно вопрос насчет этой тенденции передавать имена так, как они звучали изначально? А это может быть какой-то глобальной общемировой тенденцией, а не только русско-польской? Конечно. Я думаю, что да, это попытка такая общая, поскольку мир очень расширился, да, у нас появляется еще много разнообразных имен, и этот контакт, он очень живой. И естественно, нам хочется человека и в глаза, и за глаза называть так, чтобы он себя узнал. Поэтому, конечно, тут вот такая фанатизация, приближение. Но у нее, правда, могут быть разные функции, потому что все-таки вот эта традиция славянская, использовать взаимные соответствия, она очень сильна. И поэтому иногда в некоторых контекстах, если это подчеркнуто, да, как раз имя, в котором отмечаются фонетические там русские черты, например, иногда это может быть и с негативными какими-то коннотациями. Но в целом тенденция общая, действительно, тут вы, Валерия, абсолютно права. Спасибо. Ну что, если вопросов нет, тогда, я думаю, мы можем сделать перерыв. Кто хочет еще поиграть, ссылки у вас в чате. Спасибо, Оксана Александровна, я пока запись останавливаю, но мы не заканчиваем, остаемся здесь через 10 минут. Мария Николаевна, вы мне права отдайте обратно к регистратору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова